В Мюнхене, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном, состоялась встреча тет-а-тет. Все лидеры Армении пытались различными путями сохранить существующий статус-кво. Азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли. Более 80% вооруженных сил на оккупированных землях это солдаты Армении. Они считают, что смогут удержать эти земли навсегда. Никогда. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на обсуждениях по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Ильхам Алиев сказал, что конфликт должен решаться поэтапно, освобождение части территории и возвращение вынужденных переселенцев. После этого, может быть определен статус Нагорного Карабаха. Не следует путать вопрос статуса с территориальной целостностью Азербайджана. В ходе обсуждений по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту, которые состоялись, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Армении Пашинян продемонстрировал незнание географической карты Нагорного Карабаха. В ходе своего выступления Пашинян причислил бывший Шаумяновский район к Нагорному Карабаху. Реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева была мгновенной. Шаумяновский район не входит в состав Нагорного Карабаха, поправил Пашиняна, Ильхам Алиев. Пашинян попытался уйти от темы, однако, Ильхам Алиев вновь повторил, что Шаумяновский район не относится к Нагорному Карабаху. И тогда армянскому премьеру пришлось принести извинения за свою необразованность в данной теме. Отметим, что Шаумяновский район был создан в 1930 году. 7 февраля 1991 года, решением Верховного Совета Азербайджанской Республики был упразднен, а его территория вошла в состав Гасом Исмайловского района, переименованного позднее в Геронбой.